В свои 30 лет Екатерина Хихол занимает серьезную должность главного агронома областной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений. В организации женщина работает 7 лет. При необходимости выходила на работу даже в выходные дни. Говорит, даже подумать не могла, что с ней не продлят контракт. Наниматель уволил без объяснения причин, не приняв во внимание беременность сотрудницы. Когда наниматель сказала, что не продлит мне контракт, я обратилась за помощью в Грозенское областное объединение профсоюзов. И с помощью их мы собрали материал, подали в суд в январе месяце. В течение всей моей работы нарушений никаких не было. Также у меня длительный стаж работы. И к тому же я узнала, что я беременная. По решению районного суда женщину восстановили на работе. Но наниматель с этим не согласился. Подал конституционную жалобу в областной суд и вновь проиграл. Согласно указу президента, наниматель обязан продлить контракт с будущей мамой не менее чем на период беременности. И это не единственная причина. Наниматель обязуется продлевать трудовые отношения с работником, не имеющим нарушений трудовой исполнительской дисциплины, не менее чем на срок 3 года. Так как у работника был уже подложительный стаж работы в организации. А с работниками, которые имеют высокий профессиональный уровень и квалификацию, на максимальный срок, на который заключается контракт. То есть на 5 лет. Областной суд признал увольнение Екатерины незаконным и обязал нанимателя выплатить средний заработок за 2 месяца и возмещение морального вреда. Всего 7 миллионов рублей. Пока будущей маме выплатили только часть денег. Если она не получит остальную сумму, Екатерина вновь планирует обратиться в суд. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев. Новости Гродно+.